Первыми зародились кодоскопы. Это оптические приборы, предназначенные для проекции прозрачных оригиналов с изображением на большой экран. Именно эта технология определила будущее выступлений. В 1957 году в США была принята программа поддержки образования, стимулирующая выпуск кодоскопов. С конца 1970-х годов графопроекторы появились в большинстве советских школ и вузов, где продолжали использоваться до начала 2000-х годов. На печатной машинке набирается текст, диаграммы рисуются от руки. Затем изготавливается фотокопия листа на прозрачной пленке. Прозрачная пленка с нанесенными на нее текстом и графиками горизонтально располагается на подсвеченную снизу поверхность кодоскопа. Сверху расположена оптическая система и зеркало. Результат проецируется на вертикальный экран. Это первый большой шаг в истории. Люди начали не только слушать, но и воспринимать информацию визуально. Также в это время использовали 35-мм пленку и диапроектор. Картинка, в отличие от кодоскопа, была в цвете, а значит их нужно было демонстрировать в темноте. Слайды готовил художник или человек с навыками работы с графикой. Там были рисунки и красивое оформление. Кстати, в темноте находился и выступающий, и возможность прочитать текст бумажки исключалось. Иногда выступающего подсвечивали на сцене. В итоге получалось другое качество выступления. Больше подготовки, более развлекательно и выше качество. Подготовить слайд – это уже задача профессионала или специального отдела. Как результат, диапроектор появлялся на выступлениях перед большой аудиторией, где были бюджет и время. За 90-е годы прошлого века качество картинки видеопроекторов выросло до разумных к использованию уровней. Сами устройства стали доступнее. Начались попытки создания приложений для графических иллюстраций, но они не были успешными. К концу 1985 года вышел Paint. Первая версия Adobe Photoshop появилась в 1987 году. Он назвал ее Display, но в 1988 году переименовал в Image Pro. В сентябре 1988 года Adobe Systems купила права на программу, оставив разработчикам Томаса Нолла. А в 1989 году программу переименовали в Photoshop.